Уважаемые выпускники, приветствую вас на уроке литературы. Мы с вами рассмотрим пример выполнения задания фрагмента лирического произведения, задание номер 15. Александр Блок на поле Куликово. Река раскинулась, течет, грустит лениво и моет берега. Над скудной глиной желтого обрыва в степи грустят стога. О, Русь моя, жена моя, до боли нам ясен долгий путь. Наш путь стрелой татарской древней воли пронзил нам грудь. Наш путь степной, наш путь в тоске безбрежной, в твоей тоске, о, Русь. И даже мглы ночной и зарубежной я не боюсь. Пусть ночь домчимся, озарим кострами степную даль. В степном дыму блеснет святое знамя и ханской сабли сталь. И вечный бой, покой нам только снится, сквозь кровь и пыль. Летит, летит степная кобылица и мнет ковыль. И нет конца, мелькают версты, кручи. Останови. Задание пятнадцатое. Как вы понимаете проблематику стихотворения Александра Александровича Блока? Река раскинулась, течет, грустит, лениво. Я бы хотела посоветовать вам, уважаемые выпускники, для того, чтобы выполнить успешно задание номер 15, вам надо до этого очень хорошо посмотреть задания тестовые с первого по седьмое задание. И обратить еще большее внимание на задание номер 16, потому что задание номер 16, оно подсказывает проблематику, содержание ответа. Вот задание номер 15. Ну вот, давайте посмотрим, какой ответ написали прошлогодние выпускники. На поле Куликовом не только о Куликовской битве, но и о судьбе России. Используя образ несущейся вскач степной кобылицы, поэт изобразил исторический путь Руси, на котором Куликовская битва – лишь одно из великих событий русской истории. Никаких примет исторического сражения в данном стихотворении нет, хотя в дальнейшем Лог назовет Непрят, Будон, Мамая. И это еще раз подтверждает, что история – лишь повод говорить о настоящем Родине, ее судьбе. И вечный бой, покоя нет, степная кобылица, мнущая ковыль напоминает о гоголевской Руси, птице-тройке, также несущейся неведомо куда. Поэт понимает, что Россию ожидают многочисленные испытания. Идут, идут испуганные тучи, закат в крови, но историю не остановить. Поэт чувствует особое родство с Родиной. Обращаясь к Руси, он восклицает – «Жена моя». Замечательная работа, авторская позиция не искажена, проблема выявлена очень грамотно, правильно. И что замечательно в данной работе, очень хорошо привлекается текст. Привлекается текст, и анализ стихотворения грамотно очень построен таким образом, что анализ и аргументация идёт через знание привлечения текста. Вот эта работа, которая была оценена на высокие баллы, и нет ни одной фактической, логической, речевой ошибки. Грамотная работа. Вот это вам образец, как надо ответить на 15-й вопрос, на 15-е задание. Перейдём к следующему заданию. Задание номер 16, о котором я говорила, когда мы говорили о 15-м задании. Чтобы вы посмотрели, обратили внимание на 16-е. И вот подсказка была, в каких произведениях русские писатели обращались к теме Родины. И вот как раз тема Родины – это ключевое словосочетание, которое помогает нам для выполнения задания номер 15. И в чём эти произведения созвучны стихотворению Блока на поле Куликова. Но мы с вами рассматривали критерии, и по критериям вы знаете, что мы должны обязательно исходный текст сопоставить с двумя произведениями. И самое главное, вы должны обратить внимание, что должны быть разные авторы. Разные авторы – два разных произведения. «Тема Родины актуальна для отечественной литературы», – пишет выпускник. «Эта тема была важна и для древнерусской литературы. В слове о полку Игореве запечатлена трагическая страница русской истории, княжеская, междоусобица, страдания русской земли от половецких набегов и неразумных решений русских князей. Как и в стихотворении Александра Блока на поле Куликовом, Русь представляется страной с тяжёлой судьбой. Но и безымянный автор слова и Александр Блок верят в светлое будущее Отечество. Для Блока история Руси ассоциируется с вечным боем, но нет интонации, безнадёжности, потому что есть святое знамя, есть могучая воля и светлые ориентиры. В слове проявляется та же вера. Князя Игоря, бежавшего из плена, торжественно встречают на родной земле, где важнее сплочение, чем распря. Вот видите, ребята, грамотно, очень сопоставлено. Какую ошибку допускают наши выпускники? И вот эта ошибка стоит очень многих баллов. Какая ошибка? Это ошибка такая, что просто приводят как бы отдельно произведение, не сопоставляя с исходным текстом, а обязательно должно быть сопоставление исходного. И вот выпускник очень хорошо это показывает. Всё время сравнение Блок и слово о полку Игореве. Грамотное сопоставление. Теперь давайте обратимся ко второму примеру. Созвучно стихотворению Александра Блока и Бородино Михаила Юрьевича Лермонтова. В обоих стихотворениях звучит тема боя, но у Блока она выведена в символический подтекст. Под боем понимается тревожное напряжённое бытие большой страны, мощной и страдающей одновременно. У Лермонтова бой конкретен, зрим. Поэт создаёт пластические образы. Носились знамена, как тени в дыму огонь блестел. Образ знамени скрепляет оба стихотворения мыслью о том, что и есть объединяющее страну. Начало – есть чувство ответственности за судьбу отчизны, готовность постоять за её честь. Тоже очень грамотное сопоставление, но я хочу ещё обратить ваше внимание на абзацы. На их сколько должно быть? Я бы посоветовала, уважаемые выпускники, может быть, три абзаца, может быть, четыре. В каждом сочинении, пусть это даже ограниченного объёма, обязательно должно быть вступление. В данном случае одно предложение, одно вступление. Затем первое сопоставление, второе сопоставление. И здесь можно было ещё заключение сделать. Заключение, как бы четвёртое, вот был бы четвёртый абзац, который бы обобщил то, что общее и в первом сопоставлении, во втором, и тогда была бы, конечно, прекрасная работа. Но, тем не менее, эта работа тоже очень серьёзная, вдумчивая. Уважаемые выпускники, я хочу обратить ваше внимание на главные направления подготовки к хирьи по литературе. Во-первых, вы должны очень хорошо знать содержание произведений, которые указаны в кодификаторе, которые включены в кодификаторе от древнерусской литературы, включая современную русскую литературу. Дальше вы должны владеть очень хорошо содержанием имена персонажей, фамилии, исторические факты, ключевые детали. В общем, знать очень хорошо содержание произведений. Дальше вы должны, что очень важно для девятого, для шестнадцатого заданий и для тестовых двенадцати заданий, это умение устанавливать в соответствие между персонажами произведений и характеристиками, авторами и названиями произведений, героями и репликами. Потому что это есть и в тестовых заданиях, и это очень важно при выполнении, как я уже сказала, девятого и шестнадцатого заданий. Ну и это литература, литература – вид искусства. Поэтому, уважаемые выпускники, вы должны обязательно владеть свободно знанием стихотворных произведений, лирических произведений. Надо учить наизусть, потому что, ну, если вы хотите сдать экзамен успешно, вы должны очень хорошо подготовиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok